Пришло время немножко поговорить о мудре высшего Кью. Каждая мудра — это определённое хитросплетение или просто сплетение. Это проекция и воздействие, поскольку у нашей Вселенной всё связано со всем, то воздействие на часть можно воздействовать на целое. То есть, если допустить и почувствовать, точнее, что каждый палец — это лишь проекция условно-определённой системы, в том числе, которая представлена либо сконцентрирована в главной чакре, если представить, что вот этот палец отвечает за верхнюю, скажем так, седьмую чакру или восьмую, смотри, как считать, потому что даже основных чакр, даже у обычного человека, девять, и об этом чуть позже, есть условно нулевая и восьмая. Так вот, если считать первой красную, условно вот эту фиолетовую, за связь с коном отвечает со Вселенной, то можно сказать, что на руке палец, который отвечает за эту чакру, — это вот большой. И, наверное, не случайно, когда мы спрашиваем, как дела, когда мы хотим сказать, что дела хорошо, мы говорим «во». «Во» означает, что вот есть связь с коном и контентом наверху. Это не значит, что у нас много запасов. Может быть, много запасов, много денег, а дела не «во». И звук такой, определенный «во». Вот этот палец получается «аджна» тогда, дальше «по». Сознание. И не случайно, когда что-то не так с мозгами, вот такой жест. Ну, нужно подкрутить. Сознанием что-то в мозгах. И не случайно все, мы познаем через сознание, все потрогать, именно вот этим пальцем трогаем. Дальше, самый длинный, скажем так, это общение. Вот горловая чакра, мы же говорим. Он длиннее. И, наверное, когда люди показывают этот средний палец, не буду на камеру это, шест. Наверное, люди желают некого общения, повышения уровня коммуникации, я предполагаю. Ну, соответственно, безымянный, куда кольцо вешают, чтобы кольцевать дела сердечные, ограничить, символ ограничения. На мой взгляд, зря и жуть небольшая, но так заведено, ладно. Есть свои плюсы, есть свои минусы. В кольцах это и охрана, и оберег, это и плюсы, и минусы, можно сказать. Так, переиграем все в плюс, нужно просто все передумать, правильно. Как я учу, и моно показывает на сеансах. И, соответственно, дальше идет воля. Нижние чакры не представлены, это уже идет ниже связи, ну, если проекцию на руку брать. Более глубокая проекция, это вот лицо, это вот этот палец, ну, это уже суджог, скажем так. Хотя суджог не совсем корректно показан, потому что, ну, отличаются классические представления суджог этих точек, потому что они сделаны для желтого человека, у белого человека немножко иначе энергетика построена, и иначе идут энергии и каналы, скажем так, чуть в других местах. Ну, основные вещи, конечно, совпадают. Но я отвлекся. Так вот, когда вот все в кулаке, вот так условно, то и энергетика соответствующим образом как бы закрыта, наполнена. Можно держать вот одна мудра, вот наполненность просто. Не внутрь, как я в другой мудре показывал, а вот. Не вот так сжато. Вот не случайно многие философы отличают, потому что есть много теорий. Что такое человек? Формулировок. Цыпленок. Вот почему не может быть человеком. На первом курсе универа меня научили. Объяснили на философии. Что это плоское. С плоскими ногтями. Без перьев. Двуногая. Так вот, на мой взгляд, человек — это не просто сознание. Многие отличают, что человек — это с оттопыренным большим пальцем. Потому что именно этот палец позволяет хватать. Так вот сейчас, если взять не хватательный рефлекс, не так, а вот так, то это, вот у меня, по крайней мере, ощущение некой наполненности происходит. И если я вот так пройдусь по чакрам, снизу вверх, вот так, просто вот таким вот кулачком, с некой крышкой, вот так, углом, и потом вот так вот тут открою наверху, как бы открою. Поднесу либо колбу, показываю так лицу, колбу, что во, все хорошо. Не случайно. Говорят, Трамп этот жест любит показывать. Ну, как говорят, видел я не единожды у него такие жесты. Ни у кого больше из политиков-президентов США, только у Трампа. Ну, если вот так вот, то некое ощущение в энергетике будут. В общем, смотрим, чувствуем, работаем с мудрыми этой проекцией общей энергетики. И, соответственно, если энергетику построить на связь с коном, вот правая рука, вот. Я просто показываю отзеркаленно, чтобы люди видели, как бы, потому что в камере все немножко искажено. Вот правой рукой, вот так, для камеры, вот показываю. Потому что любят тролли разные образы, вредные сдавать, бредовые. Если вот так сделать, то определенные ощущения будут, энергии пойдут. Во всем теле, во всем объеме энергии. Потому что, когда вот так собраны, это либо вот контур закрывается, либо такой вихрь получается из одной чакры в другую, вот так. И через антенку, через верхнюю чакру на связи с коном. Вот такое положение вещей, когда есть связь с коном, со вселенной, люди и называют во. Как дела? Во. Вот это правильное положение вещей. Ну, можно назвать так, не эту руну, мудру, знак этот. Вот эту мудру назовем так, правильное положение вещей, на связи с коном. Так что, устанавливаем связь с коном, понимаем, даем себе своему подсознанию, своей энергетике, душе, команду. Вот так все было. Вот. Потому что, если не вот так, на тех, у кого не вот так положение дел, будет распространяться щелчок Таноса. Тотку не в гармонии со вселенной, вряд ли выживет в том, что грядет. Хотя они будут пытаться и будут пытаться уничтожить себя и все вокруг. Ибо шторм уже пришел, просто мало кто его замечает, признаки. Хотя невозможно его не заметить. И все только начинается. Добра соратники и держим мудру, не хвост пистолетом, а мудру. Чтоб все было у всех вот так. так. Продолжение следует...